Добрый день! Сегодня мы рассмотрим вариант работы парсера с программой XEVIL. Программа XEVIL это программа, которая автоматически распознает копчу и автоматически ее вводит. Многие сталкивались с тем, что все бесплатные парсеры, которые есть на сегодняшний день на рынке, они очень плохо работают с поисковыми системами. Почему? Потому что поисковые системы, как правило, это все банят и просят вводить копчу. Но для начала запустим программу XEVIL. Причем очень важно запустить ее от имени администратора. Вот она у нас запустилась. Очень важный момент. В самой программе мы выставляем распознавать копчу с антигейт. Далее запускаем точно так же с правами администратора программу селка. Здесь мы вводим ключевики. Они могут быть разными. Для примера введем лучший софт. Нажимаем далее. Далее мы выбираем поисковые системы из списка. В данном случае это Bing. Ищем здесь русский. Причем здесь добавлены абсолютно все практически языки. Для примера я поставлю приблизительно топ 200. Для того, чтобы у нас это видео не заняло там очень много времени. Далее выбираем Google. Точно так же по аналогии выбираем там домен, который будет .com, .ru. В данном случае возьмем, попробуем там .ru. Есть. Выбираем язык. Точно так же оставляем 200 и нажимаем добавить. Далее Яндекс. Здесь уже по умолчанию стоит русский. Выбираем там регион, допустим. Вот где же наш русский должен быть. Вот 225 нажимаем добавить. Очень важно, здесь нажимаем далее. Очень важно проект не запускать. Нажимаем отказ и идем в настройки нашей программы. Здесь мы видим общий метод поиска соединения запроса антикопча. Нажимаем антикопчу. И как мы видим, ну я ранее уже ввел ключ. Вводим сюда любой абсолютно ключ. Там 1, 2, 3, 4, 5, любой. И выбираем сервис антигейт.ком. В самой программе XIVIL, как вы видите, вот у нас стоит порт 127.80 и антигейт антикопча. Как вы видите, уже ключ добавился. И у нас баланс появился единица. То есть все запросы, которые теперь будут присылать поисковые системы на ввод копчей, они автоматически отправляться будут в программу XVIL. И она сама будет вводить всю копчу за нас. То есть это не требует никакого от нас абсолютно усилия. Нажимаем ОК. Нажимаем начать. Как вы видите, парсер начал работать. Он начал собирать нам ссылочки по ключевым запросам, которые мы задали. Вот мы видим домины. Видим адреса. Вот он полностью в работе. Как мы видим, уже 25% прошло. Программа без выдавания копчи нам сюда и без всяких там зависаний. полностью отправляет как бы всю копчу в программу XVIL. И программа спокойненько себе справляется с потоками 200-500-1000 запросов. То есть здесь без каких-либо проблем. То есть ничего сложного нет. Точно так же на таком же алгоритме можно подружить эту программу абсолютно с любым парсером. Программа абсолютно с любой программой, которая требует ввода копчи. Здесь все проходит на автомате. От нас не требует никаких. Мы можем пойти себе спокойненько попить чай, попить кофе. Пока программа как бы работает. Ну как мы видим, уже 75% уже собрано поисковых запросов. Ни единого запроса копчи. Так как вся копча отправляется в программу. Программа ее распознает. И точно так же и отдает ее обратно уже с вводом. Ничего сложного. Можно подружить абсолютно любую программу. Любой парсер, скачанный в интернете. Почему взял на примере ссылка? Потому что он абсолютно платный. Его можно скачать с официального сайта. То есть мы просто идем скачиваем. Она абсолютно бесплатная. Саму программу XVIL можно скачать на bootmaster.labs. Ниже под описанием будут все ссылочки. Заходите, регистрируйтесь. Скачивайте. Вот у нас уже прошло 75%. По всем поисковым системам. Все. Наша программа собрала с парсера абсолютно все ссылки, которые мы по ключевикам добавили. Теперь мы спокойненько это все собираем в файлик. И можем работать с теми ссылками, которые у нас на сегодняшний день есть. Всем спасибо за внимание. Ссылочки под видео. Смотрим, оставляем комментарии. Ставим лайки. Кому интересно, под видео ссылки. Заходим, качаем, пользуемся. Всем успехов. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok